Водителю автобуса выписали штраф. 500 рублей за несоблюдение требований безопасности. У его машины колеса разных производителей. Сергей Порядин уверен, это ни на что не влияет. Но по мнению ГИБДД из-за этого могут подвести тормоза. Шофер признается, недавно порвал колесо. Вот пришлось поставить то, что было. Перевозка детей 20 километров получается. И очень много бумаг собирается, вот такие кипы, чтобы отработать 2 часа с детьми. Мы просто 2 недели готовимся к этому. Перед Новым годом госавтоинспекция ежедневно проверяет автобусы, которые возят детей на елки. Каждое образовательное учреждение обязано сообщить об этом в отдел ГИБДД. Минимум за 2 дня до поездки. В декабре уже поступило более 600 уведомлений. В первую очередь смотрят на наличие карты техосмотра и есть ли права у водителя. За год полиция выявила более 80 нарушений. В основном это разные шины и порванные ремни безопасности. Зачастую многие организаторы перевозок не уведомляют госавтоинспекцию, как это положено об организованной перевозке групп детей. Госавтоинспекция, соответственно, не знает, каким образом была осуществлена поездка. На технический исправный транслез, либо не на технический исправный транслез. Если полицию не предупредить, штраф до 100 тысяч рублей. Помимо уведомлений в отдел ГИБДД нужно предоставить еще информацию о маршруте и времени поездки. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События.